Пока Министерство финансов США публикует, обнародует списки плохих, злых русских, которые под санкции должны обязательно попасть, переписывая их в принципе с телефонной книги правительства и из журнала русскоязычного Forbes. Украинский Минфин обнародует данные о совокупном госдолге Украины. Вот по этим данным, в гривнах я вас не буду заморачивать, в долларах это 76,31 миллиарда долларов. Это государственный и гарантированный государством долг. Хорошо это или плохо, выходит Украина из кризиса или роет очередное дно. Этот вопрос мы задаем народному депутату Украины недавнего прошлого Алексею Валерьевичу Журавку. Алексей Валерьевич, добрый день. Добрый день. Ну я вам хочу сказать, что судя по всему то, как они написали, долг конечно же составляет больше 71 миллиарда. Думаю придет то время, когда Украина увеличит свой долг и он будет свыше 100 миллиардов долларов. Конечно же для Украины это плохо. При сегодняшней ситуации, когда падение бизнеса, когда разваливается производство, промышленность теряет свои темпы, государство практически остановлено. Ведь никому не секрет, что зарубежные так называемые партнеры, они убивают структуру производства. Нечем стране жить. Поэтому страна впадает в долговую яму. И чем больше будет долговая яма расти, тем экономически будет сложнее и сложнее самой Украине. Ну а еще хочется сказать, что Украину пытаются фактически разделить и за долги ее забрать. Все будет бесплатно и безвозмездно отдано, если вовремя не вмешаться в этот процесс грамотным людям. Хочется сказать, что продолжают разваливаться коммерческие банки в Украине. Это тоже о многом говорит. Вот как бы я назвал бы ситуацию в Украине. Она очень плачевная экономическая ситуация. И вы посмотрите, 4 года никто не опубликовал в Украине, какие все-таки на самом деле долги. А тут вдруг начали опубликовывать. Мне почему-то кажется, что подготавливается почва, дабы на кого-то свалить весь этот процесс негативный, который происходит в экономическом факторе. Да. Алексей Валерьевич, так может получиться, что на каком-нибудь аукционе Сотбис, какой-нибудь анонимный шейх возьмет и вот этот лот Украина, да и выкупит за те деньги, которые ему предложат выкупить. И торговаться, может быть, никто и не будет, понимая, насколько это, как украинцы любят про Россию говорить, токсичный актив. Сегодня можно все, что хочешь, ожидать от таких управленцев, которые сегодня сидят в Украине. Возьмите ту же самую Гондареву. Она фактически всю банковскую систему убила. Бизнес фактически разрушила. А я уже не говорю за Порошенко, один-единственный банк в Украине процветает и радуется, зарабатывает дивиденды и стал самый богатый человек в стране этой. Вот и все. Страна Бубуинов. Алексей Валерьевич, ну, как тогда будут все-таки выходить из этой ситуации те, кто хочет подставить того, кого надо подставить? Ведь люди-то борются за власть все равно, им-то хочется получить власть. Ради чего? Для каких целей ребятам сегодняшняя Украина нужна? Тем, кто борется против Порошенко, условно говоря, чтобы стать новым Гетманом? Ну, во-первых, сегодня можно элементарно, как это и делалось при этой власти, приложить все долги на обычных гражданин Украины. А эти долги уже и приложены на детей и внуков. Это раз. Что же успешное произошло? Они уже эти долги приложили. За это будут отбираться земли, за это будет отбираться имущество. И люди будут расплачиваться сами за то, что натворила эта кровавая хуйка. Что касается непосредственно долговых обязательств. Ведь не напрасно в Украине появляются трастовые компании, появляются компании, которые с большим активом и за копейки скупают. Когда непосредственно откроют земельный рынок, а к этому наклоняют Порошенко, естественно, за эти долги начнут забирать земли. И не будет существовать такого, как понятие договор на 49 лет аренды. Не будет существовать в Украине, как понятие пари. А просто он за долги будет забран и все. А люди будут рабами и отрабатывать остатки долгов, которые на сегодняшний день есть в этом государстве. Обратно. Сегодня так динамически все меняется в Украине. Если народ правильно задумается и придет человек, хозяин, головой, эти долги можно отдать элементарно и очень быстро и за короткое время. Если правильно пользоваться, а, ресурсами, а, вкладывать собственные оборотные средства в развитие производства, б, если сегодня заниматься действительно экономикой и созданием своего ликвидного правильного банка и не ссориться с рядом, ну, назовем так, с соседями, которые вокруг нас есть. Это Россия, это Польша, это другие страны. Так как в Украине, я считаю, еще есть потенциал транзитный, очень серьезный. В Украине можно спасти железнодорожную отрасль. Даже при той ситуации, если уже сегодня нету Донецка и Луганска, они отошли. Все-таки можно еще спасти, но обратно надо навести порядок, в первую очередь, в Украине. Как в хозяйственном быту, так и назовем в экономическом быту. И в умах что-то такое правильно привести, чтобы люди начали думать, что нас пробощают. Алексей Валерьевич, спасибо за Ваш комментарий. Я теперь прекрасно понимаю, зачем Белецкий и те, кто за ним стоит, создают вот эти вот национальные дружины. Идет борьба за право быть надзирателем, надсмотрщиком в концлагере Украина из числа местных вот этих самых коллаборантов. Дело в том, что эти негодяи прекрасно понимают, что их время на исходе, и им надо как-то тушить пожары социальные, которые будут возгорать все с каждым днем больше и больше и больше. И это время наступает. Людям уже надоедает терпеть этот беспорядок. Понятно. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Всего Вам доброго. Увидимся обязательно. До свидания. Итак, дорогие друзья, это был Алексей Журавка. Прерываемся и продолжим через несколько минут. Будьте с нами.